Будем наводить серьезные разборки в поселке. По-другому никак. Сегодня вы просто увидите все вариации воплощения 90-х. Я о чем и говорю, что еще может второй потолок рухнуть. Друзья, я приветствую вас на канале Строим дом своими руками. Ой, подождите, по-моему, я начинаю не с этого. Давайте с самого начала. И сегодня у нас небольшой шок-контент. Я очень давно хотел вас познакомить с домом моих родителей. И наконец-то этот день произошел. Строительный сезон потихонечку заканчивается, но не заканчивается на нашем канале. В этом году я принял решение сделать у родителей баню. Она была построена еще в 90-х годах и, конечно же, пришла в негодность. Причем тогда не было интернетов. Многое было построено по наитию. И, конечно же, совершены грандиозные глупые ошибки. Наша задача с вами эти ошибки исключить и сделать замечательную, современную, классную баньку. Этим мы и займемся, друзья, в ближайших роликах. Ну, конечно же, не будем забывать и о нашей стройке. Поэтому периодически будут выпуски и оттуда. Я хочу поблагодарить вас за ваши отзывы и советы, а также за ваши комментарии, которые вы оставляли под видео, когда мы строили с вами спа-капсулу. Надеюсь, что симбиоз ваших советов и комментариев, которые я получил, и того опыта, который приобрел за время строительства спа-капсулы, пригодится нам в воплощении данного проекта. Сейчас я сниму небольшой для вас шок-контент, чтобы вы понимали, почему у меня появилось желание реконструировать эту баню. Единственное, для более качественной съемки я заменил лампочки на 35-ваттные, для того, чтобы было хотя бы видно, что здесь происходит. До этого здесь стояли 60-ваттки. И это является одной из ошибок. Не рекомендуется заводить в мокрые помещения 220 вольт. За последние годы я максимально ушел с головой в свою стройку и крайне мало уделяю внимание родителям и родительскому дому. А ведь он, как и любой частный дом, требует особого внимания. Существует поговорка «Нельзя закончить ремонт, его можно только приостановить». Так и со стройкой. К сожалению, ничто в нашем мире не вечно, и материалы рано или поздно приходят в негодность. Но правильное сочетание способно продлить им жизнь надолго. В этом состоит наша с вами задача, как строителей. Давайте разберемся, почему сооружение пришло в полную негодность, сделаем выводы и исправим ситуацию, а заодно закрепим уже полученные знания в строительстве. Я понимаю всю ответственность за выкладывание такого рода контента, возможный хейт на разные темы, но я показываю здесь всю критичность ситуации с одним лишь умыслом – посмотреть и сделать для себя выводы каждому из нас, понять, как важно соблюдать правила использования и необходимость использования правильных материалов и пирогов в конструкции, где экономия и неправильное применение в мелочах может привести к катастрофе. Неправильная организация пирога пола, точнее отсутствие пирога как такового, привела к неминуемым деформациям стены. Поясню, фундамент был уложен прямо на чернозем и очень небольшим слоем. Некорректная вентиляция помещения привела к застою сливных вод, а как следствие – гниение пола. Отсутствие утепления от мостки сказалось на продолжительности протапливания бани. Зимой процесс занимал около 6 часов, и даже после этого в ней было некомфортно. Обычно комфорт наступал лишь на второй день протапливания. Отсутствие утепления стен привело к промораживанию и образованию кружаков на евровагонке. Как вы видите, кафель по периметру – это вынужденная мера. Отсутствие приточной вытяжной вентиляции за эти годы дало возможность сырости после уничтожения пола заняться стенами. Одно из советских заблуждений – чем толще металл на трубе, тем дольше она прослужит. Поверьте, 0,5 мм толщины современной вытяжной трубы из нержавейки намного надежнее 4-х миллиметровой обычной трубы черного металла. В 90-е годы в качестве утеплителя использовался шлак, а вместо пара барьера – обычный картон. Ох, и задаст же жару нам этот материал при разборке потолка. Недостаток тепла в какой-то момент было решено добиваться путем принудительного нагнетания теплого воздуха из печки. Этот проект был обречен на провал, он даже и не работал. Годы не пожалели и металл. Декоративный портал вокруг печи также стал преградой для хорошего прогрева бани, хоть и выглядел в первое время очень привлекательно. Второе его назначение была защита от мощной ионизации жара металлической печи. Однажды стены, якобы для защиты древесины от внешних поражающих факторов, было решено защитить. Чем, спросите вы? Все просто, а лифой, конечно, правильнее было бы уже после этого все разобрать и переделать. Но стройка, процесс длительный, и руки до этого так и не дошли. В общем, правильно будет сказать, что баня использована на 100% и требует срочной реконструкции. Этим мы с вами и займемся в ближайшие несколько выпусков. Друзья, ну а мы начинаем с того, что вытаскиваем все, что есть в этой бане на улицу, потому как это, возможно, здесь больше не пригодится. А что-то, может быть, еще и вернется. Но не в этом суть, но, друзья, вот такой контент, я думаю, он вам понравится. Ну, как бы, если даже без моего вмешательства в эту баню, то кто-то через два в любом случае. Они вообще не держатся. Я-то их сохранить думал, а они просто не прикручены. Сырка ножка. Ой. Ребята, я не ожидал, что тут так прикольно. Сейчас мы с вами уберем все камни и начнем разбирать, наверное, потолок. Так что вот в этой серии шок-контента, друзья, у нас будут разборки. Будем наводить разборки на деревне. Серьезные. Это нужно сделать. По-другому никак. Технике безопасности с некоторых пор я стал уделять большое внимание. Поэтому пользуйтесь очками при работе с тяжелым инструментом. Друзья, спасибо вам большое за то, что вы мне постоянно говорите про технику безопасности, о которой я вечно забываю. Я же сегодня специально даже доехал в магазин и приобрел новую масочку для этой работы. Но она сегодня нам еще пригодится, потому что мы будем скоро рушить весь этот потолок. Это будет круто. Он полностью отсыпан шлаком. Дышать будет просто нечем. Слушайте, у меня старая модель есть в этой шапке. И она без нимба над головой. А здесь, смотрите, здесь нимб. А пока мы вытаскиваем все остатки нашей отделки бани. Так, друзья, я сейчас был в шоке. Сегодня вы просто увидите все вариации воплощения 90-х. Так, мне нужна эта лампа. И мы с вами полезем вон туда. В самую святую святых. Так, смотрите. Это называется отсутствие пароизоляции. Она приводится вот к таким последствиям. Дальше вы видите там труба в каком состоянии, да? Именно вот эта картинка стала одной из причин того, что я залез как-то сюда, подымливал и залез посмотреть. И увидел вот это. И это стало одной из причин того, что это просто необходимость нашего действа. Это все прогнило. Это все надо менять. И менять срочно. То есть я сейчас предполагаю, что когда мы начнем разбирать вот эту кровлю, вот этот потолок, на нас посыпется еще и вон та часть. То есть значит мы это будем делать очень аккуратно и очень быстро. Вот эта часть еще живая, но ее тоже надо проверить. А вот здесь, конечно, все под замену, вся кровля. Вот. Она сейчас уже на честном слове держится. Дырка вся забита, и в ней вот червяки дождевые. Обалдеть! Это сколько лет не трогали? Короче, ребята, ситуация такая. Смотрите, вот этот потолок, он опирается только немножко вот на эту балку. Но самое страшное, что на нем около 10 сантиметров шлака, и на него опирается второй потолок, который уже сгнил. И я вот думаю, что если сейчас начать это все разбирать, может смело завалить, если будешь вот в той комнате. Поэтому, наверное, правильнее было бы. Но рушить это все в дурную прям, это тоже опасно. Ладно, по ходу сейчас разберем немножко там, насколько это возможно. А потом будем уже прям по-наглому рушить вот эту часть всю, и она будет обваливаться. Да, пойдем вот таким путем. Друзья, у меня к вам одна просьба. Если видео вам понравилось, оцените его по вашим лайкам. Уверен, многие из вас уже прошли этот путь, имеют свой накопленный опыт. Поделитесь, пожалуйста, им в комментариях. Лучшие идеи я воплощу в нашем проекте. Так, ребят, для вашего понимания, что находится в стене, чтобы вы знали, это сделано в 90-х. Просто так. В качестве эксперимента. Ну, как мы видим, в пароизоляции тут немножко беда. Ну ничего, все заменим, все будет круто. Короче, я пошел. Уходим, уходим. Вот почему мы пришли. Это мы обрушили всего лишь. Ну да, тут по 20 сантиметров где-то вам. Опа! У нас упали балки, которые защищали вот этот, второй потолок. Вот одна. То есть он был уперт где-то вот сюда. Она не свалилась. Я о чем и говорю, что еще может второй потолок рухнуть. А если второй рухнет, он не обрушится под кровлю вот эту? Да нет. Он тоже... А он как раз находится над парной. Он парную обрушить может. Шлака там не так много. Итак, ребята. Вот к чему мы пришли. За неполных 2 рабочих часа легкие забило, поэтому сделали небольшую паузу. Например, вы уже можете видеть, что у нас происходит с нашим потолком. Здесь было все засыпано шлаком. Это, конечно, просто кошмарное изобретение, которое, я не знаю, изобрело человечество в свое время. Это, наверное, от безденежья. Но это 90-е. В 90-е ничего не было в стране. Всего было очень мало и дорого. Таким путем была собрана эта баня. И наша с вами задача вашими советами, моими руками, молитвами хозяев этого дома собрать хорошую классную баньку. Вы видите, что здесь находится все в очень плачевном состоянии. Начиная от деревяшек, заканчивая. Посмотрите, что уже происходит с трубой. Это все менять. Но я еще завтра посмотрю в каком состоянии котел. Но мы будем делать по уму. Будем делать хорошую, классную баню-сауну. Так, смотрите. Вы же знаете, что я обладаю волшебством определенным. Я могу одним щелчком руки стать чистым и убрать здесь все. Смотрите. А мы с вами доламываем стены и начинаем строить каркас нашей баньки. Класс. Друзья, ну вкуснятина же получается. Это просто... Все. Сейчас мы давайте убираем эти стены и вот эти стены. Подожди, пап, аккуратно. Как могу ее положить? Ой, отходи. Смотрите. А между тем, друзья, смеркалось. Наступил вечер. А, да, ребят, что я вам хочу сказать? Я вам хочу показать одну вещицу. Эта штука будет в следующем видосике. И я думаю, вам будет это интересно. Вот это наш зал, к примеру. Вроде там никого. Ну ладно. В следующем видосе я об этом расскажу. А сейчас скажу одно. Мы работу выполнили. Следующий шаг, пол, котел и потолок. И это будет подготовка уже к нашей работе по обшивке этой бани. Да, друзья, и пожалуйста, я уже в этом видео неоднократно говорил. Пожалуйста, все ваши идеи, какие-то мысли. В частности, меня интересует светодиодная подсветка. Я бы хотел ее тут реализовать. Держит ли она температуру и какую лучше взять по фирме. Я просто в этом плохо разбираюсь. Я видел там с пультами всякие видоизменяющиеся. Есть просто белые. Есть. Мне вообще нравится простой белый цвет. Посоветуйте по ней, если можно. Далее, по полу. Я снимаю сейчас весь бетон. ЭППС-ом устилаю. Делаю стяжечку с уклоном на трапы. Ну и все. Тут, в принципе, все просто. Короче, я очень рад был вас сегодня видеть. Спасибо, что смотрите канал. Спасибо, что делитесь нашим видео. Кстати, то, что вы делитесь видео, это прям круто. Мне это очень нравится. Я прям благодарен вам за это. И спасибо, что ставите лайки. Ну а мы с вами увидимся в следующем видео про видеокамеру. Это будет буквально может быть на этой неделе, может быть в следующую среду. Но ждите. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok